Ваших тут почти ползала, мне так кажется, Алексей Дмитриевич. Добрый день, уважаемые коллеги, наши студенты, которые поступили на факультет Р. Шматко Алексей Дмитриевич, доктор наук, профессор. Я работаю в деканате нашего факультета. Факультет у нас достаточно большой. Мы проводим подготовку кадров по менеджменту, экономике, управлению персоналом, переводу фундаментальной прикладной лингвистики. Также наши выпускники имеют возможность продолжить обучение в магистратуре. И надо сказать, что большой процент ребят, они после бакуавриата идут со спокойной душой в магистратуру. Те, кто устраиваются на государственные предприятия, где пропускная система с 9 до 6, они идут на заочную форму обучения в магистратуру. Те, которые устраиваются на негосударственные предприятия, они идут в очную магистратуру. И таким образом у нас получается цикл непрерывного образования от бакуавриата до магистратуры, который занимает 4 плюс 2, то есть 6 полных лет обучения. У нас также есть аспирантура по трем направлениям – экономика, политология, философия, истории, философия, науки и техники. Специфика нашего факультета также связана с тем, что у нас обучаются на заочной и научной форме обучения достаточно много студентов с технических специальностей. Они получают так называемое второе высшее. По сути, это не второе высшее, потому что они еще первое высшее не получили. Но если у вас есть ЕГЭ по обществу знания, то вы можете поступить на заочную форму. И, кстати говоря, эта возможность еще сохраняется. До 17 сентября идет набор на заочную форму обучения по бакуавриату. Поэтому те, кто поступил на технические специальности и есть вот этот комплект ЕГЭ, то мы вас приглашаем и будем только рады. На самом деле у нас на заочной форме обучения примерно половина ребят учатся от общего контингента заочников, те, которые учатся на очной форме обучения на технических факультетах. Мы считаем, что это очень хорошо. Что касается ребят, которые поступили к нам на очную форму обучения, мы искренне рады, что вы пришли именно к нам. Балл ЕГЭ у нас нормальный, поэтому мы рассчитываем, что процент отчисления будет невысокий. Отдельно я бы хотел обратиться к ребятам, которые учатся на направлениях перевод и лингвистика. Дело в том, что я бы хотел вас предупредить относительно того, что, может быть, вы думаете, что это легкие направления, и они не связаны с трудозатратами. На самом деле нет. Это очень серьезная, большая работа – получить диплом государственного образца по переводу и по лингвистике. И она требует от вас достаточно серьезной отдачи. Я бы хотел вас попросить, если у вас появляются какие-то проблемы в личном плане, может быть, с родителями, в плане болезни или каких-то трудных обстоятельств, не стесняйтесь. Не делитесь со случайными изменениями проблемами. Приходите в деканат. У нас работают замдеканы, специалисты в деканате. Можете, естественно, и ко мне обратиться. Я каждый день на работе и всегда рад встретиться со студентами своего факультета. И мы вместе попробуем помочь вашей проблеме. Почему? Потому что если вы будете пропускать занятия, не будете сдавать контрольные точки, контрольные мероприятия, то эта проблема будет только усугубляться. Поэтому лучше в самом начале ее обозначить, посоветоваться, как не допустить до каких-то проблем и в дальнейшем составить план действий, выхода из этой проблемы. Это первое. Второе я бы хотел сказать о том, что вы теперь не в школе, вы теперь в университете. У нас университет очень серьезный. Все, кто здесь стоят на сцене, это все выпускники нашего университета. И мы, конечно, ожидаем от вас ответного поведения. То есть, если вы идете по коридору, то с преподавателем надо обязательно здороваться. Просто обязательно. Даже если вы этого преподавателя не знаете. Если вы идете по коридору и вы видите, что идут занятия в аудиториях, то, наверное, не надо об этом кричать. Друг другу сообщать какие-то новости. Надо более бережно относиться к другим людям, к их ожиданиям относительно вас. Беречь тот инвентарь, то оборудование, с которым вы будете взаимодействовать. Потому что все это перейдет следующим студентам после вас. И последнее, что я бы еще хотел сказать. У нас идет постоянное реформирование систем высшего образования. И условия обучения студентов следующего курса, они зачастую очень сильно отличаются от предыдущего. Поэтому у нас бывают такие эпизоды, когда приходят студенты и говорят о том, что нам старшекурсники сказали, что можно сдать тогда. Слушать надо не старшекурсников, а слушать надо преподавателей и деканатских сотрудников, которые вам обозначат сроки сдачи контрольных мероприятий и текущего контроля. Потому что правила для разных курсов, они различны. Это связано с реформированием. И к этому надо тоже относиться с пониманием. Но я думаю, что мы в рабочем порядке более тесно с вами познакомимся. Мы будем вручать сейчас студенческие уже в нашем корпусе. Перейдем из главного. И там мы будем иметь возможность познакомиться с кафедральным коллективом, с деканатскими сотрудниками. И вы уже более детально войдете в курс дела. Поздравляю вас. Всего хорошего. Спасибо.